На связь с краевой столицей вышли кураторы соцблоков на местах и представители некоторых аптечных сетей. С начала недели спрос на медицинские маски увеличился в два раза. Ажиотаж связан со вспышкой коронавируса в мире. Жители Кубани буквально пачками скупают средства защиты. И именно на таком желании предотвратить недуг многие поставщики медпрепаратов пытаются подзаработать. Везде, где есть наши филиалы или наши обособленные подразделения, у нас есть запас разных стоимости, но маски у нас есть. Запас, к сожалению, небольшой. Порядка до конца месяца. Мы провели анализ поставщиков, которые могут продать. На сегодняшний день нам все отказали, все, за исключением, может быть, одного оптовика, который сегодня продает эти маски, одну штуку за 8,50, а раньше она стоила 85 копеек. Вы должны передать всю информацию, кому вы обращались, каким компаниям вы обращались, передать в управление ФАС, для того, чтобы мы провели анализ. Но судя по тому, что все идут в отказ по поставке сегодня необходимых масок, это говорит о том, что ситуация нездоровая, она ненормальная. И что касается нашей аптечной сети, то, конечно, мы должны сделать все возможное, все, что от нас зависит, Евгений Федорович, чтобы в государственной аптечной сети, пусть и небольшое количество, но все необходимые маски, препараты были обязательны. То есть поводов для того, чтобы происходило в сегодняшней ситуации, их нет, но вместе с тем факты отсутствия масок в аптеке, факты реального завышения цены сегодня есть. Вплоть до того, что сами повыезжайте в свои аптеки и проверьте, какая ситуация у вас в ваших муниципальных образованиях. Факты незаконного повышения цен пресекут. Федеральная антимонопольная служба края незамедлительно будет возбуждать дела. Штрафные санкции предусматривают от 15% с оборота аптеки. А это значит, что многие предприниматели рискуют стать банкротами. Напомню, накануне глава государства уже дал поручение лишать лицензии те организации, которые, пользуясь ситуацией с коронавирусом, изменили стоимость на средства индивидуальной защиты.